Всем привет! Пока большинство девушек уверены, что именно длинные волосы придают им шарм, обаяние и сексуальность, знаменитости делают радикально короткие стрижки, а то и вовсе бреются наголо. Предлагаем посмотреть на звездных девушек, которые расстались с волосами ради роли, имиджа и по другим причинам. Карина Эванс с детства мечтала стать певицей. В 16 лет, когда она поступила в эстрадно-джазовый колледж при Академии Гнесиных, ей поставили диагноз «тотальная аллопеция». В течение двух месяцев у Карины полностью выпали волосы на голове и бровях. Около полугода девушка не могла прийти в себя. Но благодаря поддержке семьи и музыки, Карина продолжила музыкальное образование, стала принимать участие в различных песенных конкурсах и выпускать свои авторские песни. После нападок в социальных сетях по поводу внешности Карины, она сняла парик и показала всем, что надо быть сильнее. Сейчас она абсолютно не стесняется себя, а даже наоборот, любит экспериментировать с образом. Два года назад Юлия Высоцкая появилась в эфире своего шоу с бритой головой. Поклонники мучились догадками, что подвигло актрису на столь кардинальную смену образа. Все оказалось проще простого. Юлия избавилась от своих светлых локонов ради роли в фильме «Рай». По словам самой девушки, в глубине души она надеялась, что ее просто подстригут коротко. Но муж-режиссер был категоричен «машинкой под ноль». Последние пару лет Кристин Стюарт изо всех сил старается уйти от образа сумеречной принцессы. И похоже, на этот раз у нее все получилось. В прошлом году актриса шокировала поклонников новой прической. Кристин обрила голову и покрасилась в блондинку. Российская актриса театра и кино Татьяна Васильева тоже удивила поклонников необычным образом. Звезда побрилась на лысо, и почитатели тут же предположили, что виной тому болезнь. Тем не менее, Васильева успокоила подписчиков, заявив, что ничем не больна, а новая прическа – ее профессиональный выбор. Волосы затрудняли многочисленные перевоплощения артистки. Ради роли в фильме «Безумный Макс 4. Дорога ярости» актриса Шарлиз Терон пожертвовала своими волосами. Надо сказать, что даже бритая на лысо Шарлиз все равно прекрасна. Сама актриса назвала этот опыт очень интересным и смешным. Как говорила Шарлиз, особенно круто принимать душ, будучи бритой. Одна из самых запоминающихся актрис фильма «Брат 2» – Дарья Юргенс. Актриса сыграла лысую проститутку из Чикаго по прозвищу Мэрилин. В жизни Юргенс женственная и изящная, но эту роль ей удалось сыграть с большим успехом. Кинолента стала едва ли не самой популярной в ее фильмографии. Эмбер Роуз ненавидит длинные волосы. Короткие и ультракороткие стрижки давно стали визитной карточкой звезды. А во времена, когда Эмбер встречалась с Каней Уэстом, она и вовсе сделала стрижку под ноль. По мнению самой знаменитости, лысая голова придает ей еще больше сексуальности и шарма. На мужественный поступок решилась еще одна российская актриса Мария Кожевникова. Она рассталась с волосами ради роли в фильме «Батальон», рассказывающем о женщинах, которые воевали на фронте наравне с мужчинами. Актриса долго прятала новый образ под париками, но потом все же решилась выложить в сеть фото с бритой головой, чем вызвало удивление поклонников. Кайли Минок было 37 лет, когда врачи поставили певице страшный диагноз – рак груди. Отменив все концерты она легла на операцию, затем последовало лечение, радио- и химиотерапия. Она весила 38 килограммов. Появились проблемы с памятью. По словам певицы, она плакала, когда видела, как редеют ее некогда красивые и пышные локоны. Пришлось побрить голову. Но несмотря ни на что, девушка не потеряла силу духа. Кудри постепенно отросли, да еще и более густые и крепкие, чем были раньше. Шинейт О'Коннор брилась под ноль дважды. Первый раз в знак траура, когда ее мать погибла в автокатастрофе. Второй – ради секса. Да-да, когда певицу спросили, зачем она это сделала, Шинейт ответила, что таким образом она хочет привлечь внимание мужчин. Вокалистка рок-группы «Маша и Медведи» Маша Макарова на протяжении своей карьеры несколько раз брила голову. Озорная искорка во взгляде, лукавая улыбка и удивительный тембр голоса делают Машу привлекательной что с волосами, что без них. Настоящим шоком для поклонников стала абсолютно лысая голова их любимой поп-принцессы Бритни Спирс. Существует несколько версий того, зачем звезда совершила такой поступок. Сама она заявила, что очень устала от излишнего внимания, к тому же ей ужасно надоели нарощенные волосы, а позже и вовсе заявила, что пыталась таким образом пройти пробы на роль в кино. Тем не менее, некоторым поклонникам обновленная Бритни даже пришлась по душе. Голливудская актриса Дэми Мур побрилась наголо в фильме «Солдат Джейн», который впоследствии стал судьбоносным для карьеры звезды. Поклонникам и журналистам новый образ знаменитости понравился. Последние отметили, что ультракороткая стрижка не лишила звезду очарования. Звезда шоу «Голос» Наргиз Закирова уже много лет верна лысой голове. Певица говорит, что отсутствие волос – это часть имиджа. От длинных волос девушка отказалась много лет назад. С тех пор бритый череп с татуировками – визитная карточка Наргиз. Так она выделяется на эстраде, выглядит ярче на фоне классических красавиц-певиц. В 2006 году Натали Портман ради роли в фильме «В значит Виндетта» пришлось побриться прямо перед камерой. Причем сделать это надо было за один дубль, чтобы все выглядело естественно и натурально. Надо сказать, что новый образ не испортил Портман. Она стала нежнее и трогательнее. Сама звезда ничуть не пожалела о смене имиджа. Спустя какое-то время она даже признавалась, что скучает по своей лысине. Дана Соколова стала известна после участия в телевизионном шоу «Свежая кровь» и заключения контракта с «Блэк Стар». У девушки были разные прически и длинные волосы и короткие стрижки. А потом в какой-то момент Дана побрилась. Она заявила, что новый образ для нее много значит. В первую очередь она делает это не из-за веяний моды, а ради очищения. Фанаты певицы были удивлены. Многим ее образ показался загадочным. Австралийская актриса Кейт Бланшетт рассталась со своими волосами, чтобы сняться в немецком фильме «Небеса». Новый образ ей самой понравился. Гигиенично, удобно, ничего не мешает. Говорят, чтобы она не шокировала окружающих своим внешним видом, ей посоветовали носить кепочки. Но актриса гордо отказалась. Оказывается, без волос она чувствовала себя уверенно и органично. Еще одна лысая представительница российской сцены – вокалистка группы «Тотал» Марина Черкунова. В начале 2000-х «Тотал» оказались одними из самых заметных дебютов того времени. Первое выступление группы состоялось в Олимпийском на разогреве у Мерлина Мэнсона. Первым продюсером группы был Максим Фадеев, с которым они позже расстались. Звезда Сигурни Уивер снялась лысой фильмы Дэвида Финчера «Чужой 3». Одна из самых высоких актрис Голливуда даже без волос сумела создать бесстрашный и смелый образ своей героини. В реальной же жизни ей приходилось носить парик. Лысая голова пугала ее маленькую дочь Шарлотту. Актриса Ольга Будина училась на третьем курсе Щукинского училища, когда ее пригласили на пробы Глебу Панфилову в фильм «Романовы. Венценосная семья» на роль младшей дочери императора Николая II Анастасии. Сняться у такого режиссера – предел мечтаний, и Ольга беспрекословно выполняла все, что ей скажут. Но когда в одной из сцен ей прямо в кадре парикмахер начал стричь волосы наголо, она расплакалась. Собственно, режиссеры это и надо было. По сценарию, царских дочерей во время кори обрили наголо, чтобы волосы не выпали от болезни. Сегодня актриса говорит, что таковы правила игры актера. Британская певица Джесси Джей постриглась исключительно из идейных соображений и сделала это в прямом эфире благотворительного концерта Red Noise Day, чтобы привлечь всеобщее внимание к проблемам недостатка продуктов питания в Африке и распространению спида. Рок-певица Юлия Чечерина постриглась просто потому, что решила расстаться с дредами, в которых щеголяла на заре своей карьеры. Стрижка прошла успешно, благодаря ей Юля даже сыграла роль блаженной варварки в историческом трэше Тимура Бекмагметова «Арена». В 90-х многим запомнился внешний вид двух смелых лысых девушек эпатажной группы «Полиция нравов». Фрида и Ангел быстро стали популярными, но так же быстро эта слава прошла, когда лысин и певиц утратили свою новизну, их перестали смотреть и слушать. Певицы вынуждены были снять наручники и фуражки, неизменные атрибуты девушек на сцене и отрастить волосы. На сегодня все. Кого еще из лысых знаменитых девушек ты знаешь, пиши в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!